Больные, конечно, и плакали, и многие ушли вообще, не стали ложиться никуда. То есть мультирезистентный туберкулез теперь вышел на улицу. Они будут ездить в поликлинику, получать лекарства. Там, можете представить, они будут ездить в метро, они будут ездить в общем транспорте. В октябре прошлого года отделение мультирезистентного туберкулеза закрывали со скандалом. Пациенты рассказывали о ремонте, им сообщили внезапно. За три дня всех больных выселили из отделения и перевели в другие медучреждения, которые, по их словам, нуждаются в ремонте больше, чем тот, к которому привыкли. Боксы есть на Пирогово, как во втором отделении? Нету, нету. Туалет общественных условий нет. Палата – это кульс-камера. На эти матрасы не то, что ложится. На них страшно подойти. Матрасы подключить. Нету ни стороны, ни окна. Но областные чиновники сдержали обещание. Всего за два месяца в отделение мультирезистентного туберкулеза сделали перепланировку палат, провели горячую воду, полностью обновили вентиляцию и заменили окна. На обновление отделения потратили 2,5 миллиона гривен. Количество мест не изменилось. 16 специальных палат-боксов рассчитаны на 50 пациентов. В этом отделении лечат тех людей, которые устойчивы к противотуберкулезным препаратам основной группы. Им нужно индивидуальное лечение. Еще 10 лет назад эту форму не могли даже диагностировать. Мы не единственные в Украине, которые можем поставить диагноз за 2 часа, на протяжении дня выяснить, какими препаратами можно сегодня эффективно ликовать тех или других хворих. Курс лечения здесь обходится от 20 до 100 тысяч гривен на одного пациента. Все средства из областного бюджета. Комиссия назначает больному препараты на 3 месяца. То есть это 90 доз. 90 доз. Вот овелок принимается по одной таблетке один раз. Препарат дорогостоящий. Порядки 50 гривен на одна таблетка. На один день пребывания больного выделяют 27 гривен на питание и около 85 на препараты. На каждом лечке залишим памятник с моим личным телефоном. Если с Борони Божьей, кто-то из лекарей или медицинского персонала пошли людей в аптечный киоск, купить вату, шприцы, капельницы, медикаменты, эти люди не просто пойдут с работы. Эти дела будут переданы в прокуратуру. Сейчас Харьковская область занимает второе место в Украине по самому низкому уровню заболеваемости мультирезистентным туберкулезом. Всего в области 900 человек с таким диагнозом. В этом отделении показатели выздоровления достаточно высокие. Это 60%. Почему, я тоже могу объяснить. Почему не 100? 100 не может быть. Потому что есть часть больных, у которых сплошная устойчивость. Сплошная – это значит ко всей группе противотуберкулезных препаратов. Туберкулез – заболевание инфекционное. Вызывают его различные виды микробактерий. Обычно поражает легкие, реже другие органы и системы. Передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного. И сейчас, говорят медики, эта болезнь не жалеет никого. Сейчас болеют абсолютно все. Болеют и слои населения малозащищенные. Болеют и люди, которые работают, имеют место работы. И среди них есть и декретированные контингенты. Это и работники школ, к сожалению, и детских садиков. И медицинские работники болеют. Первых пациентов на курс лечения в обновленное отделение областного туб-диспансера примут уже в понедельник. Елена Захаренкова, Алексей Калмык. Объектив. Неделя.